Добрый вечер, друзья, зрители канала YouTube Автопол Стар и также участники Зума проекта «Браво». Сегодня снова у нас в гостях Светлана Лаврова с такой же интригующей темой, как она у нас обычно приходит. Она раскроет «Смой себя матрицу». И, как вы уже знаете, Светлана практикующая автономный образ жизни. У неё есть марафоны, ретриты. Она делает сопровождение, кто хочет выйти на автономный образ жизни с сухими днями. У неё также есть свой канал. Вы можете найти все эти данные, информацию о ней под YouTube по ссылочке, если вы пойдёте. У неё недавно прошёл аватар такой был. Это марафон или вебинар, он, да, несколько дней нам, Светлана, может быть, расскажет. Да, это марафон, но он не прошёл, он идёт. То есть были четыре безоплатных дня, чтобы люди посмотрели, о чём там будем говорить, как это через мою интерпретацию, чтобы кому понравится, кому не понравится. И ждали определённого момента, пока люди подсоединятся. И вот сегодня у нас второй уже день оплатный. У нас ещё будет, получается, ещё 16 дней идти. Но подключиться можно в любой момент. Там все эфиры в записи, конечно. Здорово. И как чувствуется, как идёт поток? Хороший? Ой, конечно. Это же… Я как бы не в том, чтобы похвалиться, но я в любом случае… На просторах интернета я не встречала подобной информации к сожалению или к счастью. Может быть, и к счастью, что я не цеплялась за какую-то информацию. Но когда мы знаем, что, например, в мире, в нашем мире происходит вот что-то такое, почему это происходит? Когда мы можем это интерпретировать на свои внутренние органы, на свои кости, на свою кожу, то мы тогда можем разобраться, где вот этот затык, какой вопрос нам нужно решить. Конечно, так же и когда у нас болит какой-то внутренний орган. Если у нас проблемы с кожей, с волосами, с зубами, то, конечно же, тоже можно посмотреть, почему это происходит. Что ты транслируешь в твой мир, почему это происходит у тебя. Потому что ведь на самом деле очень много людей, которых смотришь, которые позиционируют себя такими жизнелюбивыми, зажигательными, здоровыми, красивыми. И в моей сфере сейчас достаточно много таких людей, которые там кто-то сыроедет, кто-то длительное время находится в днях без еды и без жидкости. Разные люди. Но бывает на них смотришь и думаешь, господи, вот отнять платы. Это не к тому, что там какой-то очень худой. Нет. Мне наоборот нравятся достаточно стройные, подтянутые люди. Бывает, тут смотришь, вот есть у меня девушка, которая позиционирует себя прям великолепно здоровой. Но у неё плачками выпадают волосы до лысины. То есть у неё уже лапеция в некоторых степенях, в некоторой стадии. На других смотришь, там, например, какая-нибудь беда с зубами, с ногтями, с кожей. И это же говорит то, что, опять же, ты не принимаешь то, что есть у тебя. И ты, опять же, идёшь в обман с самим собой. И ты не сможешь этого исправить, пока ты сначала не признаешься себе. Ведь самый первый шаг — это признание, что у тебя что-то идёт не в ладу с собой. И это, наверное, один из самых сложных шагов, которые нам достаются. То есть сначала признаться, потом выкопать причину эту и её убрать, да? Конечно, конечно, да. Именно поэтому на марафонах, на ретритах особенно, когда при личной встрече люди меняются тотально, потому что, если, например, на марафоне они могут послушать и сказать, «А, об этом я подумаю завтра», или на консультации могут сказать «Да-да-да» и всё, то при живой встрече, при личной встрече, они уже никуда от меня не отвертятся. То есть я понимаю, где нужно ещё там поднажать, а где отпустить там и через пару часов, так как мы находимся в одном поле, если, например, на ретрите, там уже пять дней, то я могу и ночью кого-нибудь пригласить, и мы с ним там куда-нибудь прогуляемся, там ещё что-то. И я это всё равно выцарапаю, всё равно выковырю. И там ничего не проникливается. Ничего не спрячешь, даже ночью, да? Те-то тихо, и Светлана всё рассмотрит. Интересно, здорово. Спасибо, что поделились про ваш аватар. Ну что, может быть, тогда будем раскрывать тему, как себя смыть, эту матрицу? Да, давайте раскроем, потому что у нас люди очень любят слово «матрица», и для них вот в этом слове очень много зашито. Для кого-то нужно обязательно выйти из матрицы. Куда выйти — непонятно, но нужно обязательно куда-то выйти. Другие начинают менять своё матричное пространство. Менять своё матричное пространство, не понимая, что есть, что ты вообще можешь изменить. Ну, то есть тут очень много таких моментов, которых я, конечно же, в открытых эфирах не смогу затронуть. Такие, например, когда, если ты читаешь Библию, большинство людей, ну, более 90% Библию могут прочитать в плоскости, да? А когда ты её читаешь в объёме, ты видишь, сколько там ключей, людей, которые ты даже не можешь озвучить как бы массово, потому что люди, которые религиозные люди, не верующие, а религиозные, да? Многие из нас верующие, но редко кто религиозный, их меньше. И вот религиозные люди, они очень агрессивно на это настроятся, потому что для их сознания очень сложно перестроиться, тем более, когда им даёшь ту дверь, не то, что она... Она ни в коем случае ничему не противоречит, но её, чтобы принять эту версию, какую-то иную версию, для нашего мозга это очень сложно. И мозг так устроен, что ему проще пойти либо на агрессию, либо на стирание этой информации. И почему вот это вот слово «матрица»? Потому как, когда ты находишься в определённом состоянии, то есть мы же с вами, как многие, наверное, считают, ну я могу так судить, потому что я, когда общаюсь с людьми, вот они говорят, вот я достиг этого уровня, я уже вышел вот на эту высоту, я вышел на эту высоту, я вышел на ту высоту. А я тоже изначально так думала, что я вот там поднимаюсь по какой-то лесенке мудрости, да, так её назовём. Но когда со мной начали случаться определённые вещи, то я поняла, что ты не поднимаешься, а ты углубляешься, ты всё больше и больше погружаешься внутрь, ты как будто бы падаешь вот в это вот тёплое, тёплое как одеяло, вот это вот пространство. И на каждом этапе своего осознания ты погружаешься всё глубже. И когда ты погружаешься глубже, то ты понимаешь, что пространство, в котором мы есть, назовите его хоть как, матрица, ещё что-то, оно единое. То есть единое пространство, которое есть, оно вообще в принципе априори единое. И то, что ты, например, бодрствуешь и спишь, ты это делаешь в одном и том же пространстве. Если ты живёшь и умираешь, ты это делаешь в одном и том же пространстве, в разных плотностях, но пространство единое. И когда ты хочешь выйти из матрицы, то если у тебя нет чёткого понимания того, что какую плотность ты прошёл, с каким осознанием, то ты в следующую плотность, ты туда не сможешь попасть, ты её не потому, что не сможешь попасть, ты её не увидишь, потому что ты её уже не видишь, потому что ты уже в ней есть. И это как бывает такое, что, наверное, очень часто же люди, у каждого, наверное, была такая ситуация, что там положили ключи, книжку, очки, телефон, и не можете найти. Думаешь, да как же так? Вот я же вроде как сюда положил. Начинаешь ходить и вспоминать, куда же я положил, а где же это? И вот разные вот эти вот поговорки, там чёрт-чёрт поиграл и хватит, домовой поиграл и хватит отдать, там ещё что-то. Много всего придумано, и оно придумано не просто так, оно действительно имеет место быть, но тем не менее, ты в какой-то определённый момент поворачиваешь голову и видишь эту вещь, лежащую там, куда ты смотрел уже много раз. И думаешь, да что ж такое-то? Вот, блин, чудеса-то какие со мной происходят. Но ведь этот предмет из этой единой плотности и из единого пространства, вернее, из разной плотности, из единого пространства, он же никуда не уходил. Он всегда был в едином пространстве. А то, что ты выпадаешь из определённой плотности, это ты это делаешь по уровню своей осознанности самого себя. И в нашей жизни так много на самом деле ключей, которые нас направляют на осознание этого, которые мы игнорируем. Самый элементарный там Бог и Господь Бог. Никто же не замечает, что есть одно — это тело, другое — это я. Когда мы начинаем себе искать Бога, мы же тоже не просто так начинаем искать себе Бога, потому что это действительно состояние «я». Но опять же говорю, я туда не буду пока углубляться. Это, наверное, либо не тема для открытого эфира, либо я пока не готова донести эту информацию так, как я её вижу. Может быть так. Светлана, ну подождите, вот когда вот эти вещи, например, мы их не видим, мы, получается, попадаем в разную плотность, это как-то связано тоже с матрицей, или это просто в матрице то же самое, что и вот эта плотность, плоскость? Ну, смотрите, матрица, назовите её матрицей, назовите это пространство, она единая. Единая. Но есть в этой плотности, в этом пространстве несколько плотностей, но само пространство как таковое, оно единое. У нас нет такого, что у нас идёт из одного пространства переход в другую. Параллельные миры в одном и том же пространстве находятся в разной плотности. И по крайней мере для тех людей, которые смотрят этот канал, наверное, нет, я не скажу ничего нового от того, что есть люди, которые спокойно могут материальные предметы выносить из своего сна. Есть люди, которые материальные предметы могут реализовывать из пространства, из пространства, которое есть, потому что вся материя это тоже есть в этом пространстве, которое мы же сами и создаём. И когда у нас идёт это осознание, тотальное осознание себя, что я есть, кто я есть в этом пространстве, тогда после этого у тебя нет вопросов, как получить эту материю, которая уже есть в твоём пространстве. И когда люди говорят про параллельные миры, которые имеют место быть, когда люди говорят про осознанные сны, которые имеют место быть, в твоём пространстве. Но просто почему я на сне очень часто делаю такие примеры, потому что в параллельные миры мы думаем, что мы не ходим, потому что нам кажется, что это наши фантазии. Мозг очень часто убирает эту травмирующую для нас информацию, которую нужно развивать и к чему-то идти. А сон мы прекрасно понимаем, что я лёг, и вот я уснул. Но лёг я, уснул я, и во сне был я. То есть я никуда не делся. Во сне или не во сне, в теле или не в теле, это уже второстепенный вопрос. Это то же самое, что уснул под одеялом, засыпал пока, был под одеялом, а во сне раскрылся. Это то же самое, как и гулять без тела, наверное, так сказать. И когда люди, есть люди, действительно их очень много, которые практикуют осознанные сны, это первая ступенечка. А есть люди, которые спокойно из сна, из другого состояния себя в этом же пространстве, из другой плотности выносят материальные предметы. Те предметы, которые они могут взять. И, наверное, самый простой не путь, а такое упражнение, когда я, это ещё было, наверное, лет 15 назад, когда я заинтересовалась осознанными сновидениями. И у нас было несколько человек, с которыми мы общались по этому предмету, по осознанным сновидениям. И у нас было такое, самое простое упражнение, которое может сделать абсолютно каждый из вас, и очень быстро вы придёте к результату. То есть один человек, например, какой-нибудь твой знакомый, который все в теме, естественно, прячет, например, там ключи или что-то такое, вот там в ящик, под подушку, ещё что-то. А ты в своём сне попадаешь к нему, например, там в жилище, в квартиру, и находишь этот предмет, и утром ему говоришь. И к этой практике, то есть если вы будете вот так вот практиковать, то буквально уже через неделю вы сможете спокойно отыскивать эти предметы с тем человеком, с которым вот это вот практикуете. Потом можете идти дальше, но как бы смысла нет об этом сейчас говорить. Но это опять же к тому, что мы говорим вот про эту распиаренную матрицу, из которой все пытаются либо зайти, либо выйти. Потому что я, это я так вижу, может кто-то со мной не согласится. Это мои чувствования на данный момент, что я чувствую, что я вижу, что я ещё пока очень слабо так и очень по-мелкому, но могу какие-то предметы реализовывать в своей жизни. Но это обязательно те предметы, которые не для пафоса, не потому что показать себе, доказать себе, а чтобы именно понять себя, насколько у нас, где наши рамки, где наши границы. И если честно, пока я в этих вот практиках, пока я в познании себя, своего пространства, я не могу нащупать никаких рамок и никаких границ, никаких ограничений. И чем дальше я иду, тем больше я понимаю, что их, наверное, мы их убираем, растворяем, наверное, так я бы сказала, растворяем всё больше с той позиции, как только мы убираем эти же рамки и границы в своей голове, в своей голове по определённым причинам. А эти рамки мы можем убрать не потому, что я себе что-то там доказала, что я себе рассказала, что я там как психолог себя проработал. Нет, это комплексная работа. Это комплексная работа, когда ты можешь себе показать, что это такое ситуация, это на что влияет, где у тебя зарыта была эта ложь, этого восприятия, на какой орган это отразилось, какой орган, как тебе нужно прочувствовать либо поставить на место. Этот орган связан с какой стихией, потому что пространство единое, с какой стихией ты связан, какую стихию тебе нужно прочувствовать. И вот эта вот цепочка, она, наверное, в первый момент она такая скурпулёзная. Тебе хочется всё бросить, ты не понимаешь, что от чего, какой орган, какая стихия, что-то вот бред какой-то. Но когда у тебя начинает это пониматься, то есть где-то внутри откликается это, вроде бы откликается, но вот этого понимания ты не видишь, где-то прочитать ты не можешь. И когда ты прощупываешь вот эти вот первые шаги через себя, и ты понимаешь, насколько всё взаимодействие, и как это всё устроено, то тебе с каждым разом всё проще и проще это делать, всё проще и проще это реализовывать. И когда начинаются вот эти вот марафоны какие-нибудь, марафоны желаний, марафоны там ещё что-то, это здорово для определённых людей, которым доставляет это удовольствие, но это настолько поверхностное, которое тебя загоняет в ложь. Потому что как только ты себя понимаешь в этом пространстве, осознаёшь, как только ты осознаёшь это пространство и видишь плотности, не все, доступны только те, которые доступны для твоей головы на данный момент, то тогда ты можешь реализовывать именно то, что по твоей Душе, что по твоему истинному Я. И это реализовывается, на это не нужно какое-то время. И это не важно, сколько это выражается в каком-то энергетическом эквиваленте. Энергетический эквивалент может быть в том числе и деньги. Неважно, в чём это выражается. Это будет реализовываться, если это по твоей Душе. Не потому что ты хочешь быть перед кем-то хорошим, не потому что ты хочешь быть перед кем-то вот таким, как тебя посчитали, или чтобы перед собой как-то сказать, а вот я смог, там смогла. Нет, а именно если у тебя Душа идёт на расширение при этом, то оно, то, что тебе нужно, реализовывается сразу же. Интересно. У меня прям такое видение. Вот вы говорите, я представила, что вот эти все, когда ограничения убрать в голове, то есть получается, что это такое пространство бесконечное, и можно всё это познавать, и познавать нету этому конца, как говорится, и края. Мы сами себе преграды какие-то восстанавливаем, и начинаем что-то там искать ещё где-то из дни, а просто нужно сами взять и пойти в этот лес, и этот лес, он просто некончаемый. Как-то вот лес такой представился. Здорово. И даже вот по плотностям могу ещё тоже такое сказать, если кто-то сталкивался, ну, например, с осознанными наведениями, то они тоже знают, что во сне бывает несколько стадий. И многие сталкивались с тем, что, например, там во сне вы просыпаетесь, а потом раз, и это, оказывается, опять был сон. То есть очень часто видят две стадии сна люди, когда ты во сне спишь, во сне просыпаешься. Но этих стадий очень много, и ты можешь проваливаться. Вот у меня было максимум шесть стадий внутри сна. Но я так полагаю, что их намного больше, и тут просто нужно понимать, а тебе это ты туда идёшь, чтобы что? То есть на определённом этапе я не прочувствовала, что мне нужно дальше идти, потому что я, наверное, больше немножечко не в эту сторону иду, но я стараюсь захватить разные моменты, разные моменты этого пространства, чтобы собирать пазл. То есть я понимаю, что я там про сон собрала какой-то пазл, про, так скажем, параллельный мир собрала какой-то пазл, про тело собираю пазл, про стихии собираю пазл, про людей, которых с нами больше нет, собираю пазл. Я понимаю, что вот я раз и собрала палитру, и когда я собрала палитру, я уже могу идти глубже, я уже могу идти дальше. И поэтому я вот стараюсь из максимальных моментов всё это собрать. И, конечно же, мне очень важно этим делиться, делиться с вами, чтобы когда я опустошаюсь, только тогда ко мне может прийти новая информация. Именно поэтому у меня никогда не похож, ни один ретрит не похож на предыдущий, потому что он всегда новый и новый, это то, что есть во мне. Но, к сожалению, по нашим соцсетям я не могу всё открыть, как бы я хотела, потому что соцсети не дают. И вот, например, сейчас у меня на Ютубе в прямом эфире я на Ютубе не могу выйти. Я только через другую соцсеть выхожу, потому что у меня там стоит нехорошая, не совсем нужная для них человек, видимо-то. Это на неделю или, сказали нам? Ну, вот уже третья неделя пошла. Угу. Да, видимо, серьёзно вы им дорогу переходите, да. Надо это исправить, надо реально с другой поменять. плоткость перейти, где нет бана на такие дела. Давайте всё. Я думаю, что всё всегда вовремя. И, возможно, это действительно так оно и должно быть, потому что не каждый человек должен слышать эту информацию, потому что для некоторых людей это же травматичная информация. И это можно даже читать по каким-то комментариям, да. Потому что вот читая по комментариям, у нас люди очень хорошо, например, знают, как должен выглядеть, например, там, автономный человек, что должен говорить просветлённый человек, что должен делать вот это вот. Я, правда, не встречала таких инструкций, чтобы там было всё написано. но когда мы начинаем… Я на себе убедилась, что когда мы начинаем смотреть, как выглядит, что говорит ещё что-то другой человек, не для того, чтобы зацепиться за какое-то слово, чтобы оно триггернуло тебя, чтобы ты пошёл ещё глубже в самого себя. А если ты начинаешь идти в осуждение его, это же всегда говорит не потому, что какой-то он, дело вообще не в нём, как бы он ни выглядел. А это говорит о том, что ты опять подходишь к какой-то определённой черте самого себя, на прорыв каких-то очередных мыслей самого себя. И твой мозг моментально тебя разворачивает и говорит, посмотри на него, посмотри, как он выглядит, какие слова он говорит. Ну, неважно что. И акцент делает на другом человеке. Это не обязательно спикер, это может быть кто-то из родственников, из соседей, хоть кто. И тебя раз, и переключает опять от самого себя. И вот как только вы понимаете, что в вашем мире этот человек не может так выглядеть, так говорить, так делать, так ещё что-то. Сразу же задумывайтесь, а почему вы на это сделали акцент? Почему ваш мозг опять увёл вас от самого себя? Не ведитесь на это. Неважно, как человек выглядит и что он говорит. Потому что бывает, смотришь на какой-нибудь билборд, абсолютно какой-нибудь тупой, проще говоря, да, и ты его читаешь и думаешь, блин, надо же было так написать. И он тебе просто какое-то слово триггерит, которое ты слышал миллиард раз. И ты выходишь просто опять в глубину себя. И ты понимаешь, что вот этот вот тупой билборд, некрасивый там какой-нибудь ещё, он нужен был именно для этого момента, момент буквально. и ты опять поворачиваешься к себе. Поэтому всё, что попадает в вашу жизнь, глупые спикеры, некрасивые, какие-то моменты в вашу жизнь попадают, ещё что-то, это всегда идёт для роста самого себя. даже если вам кажется, что вы падаете куда-то в какое-то, в депрессию, в апатию, ещё в что-то, это вообще великолепное состояние. И у меня, по-моему, даже есть на канале эфир про депрессию, когда я рассказывала, насколько она важна для человека, если ты понимаешь, что это такое, это твоя точка обнуления для следующего этапа тебя. Это когда ты понимаешь, что, например, если у тебя жуткая мигрень, и у меня была женщина с мигренью, у неё было две попытки суицида. То есть это не просто головные боли, которые там убираются либо не убираются таблеточками, а это такие боли, которые ты не можешь терпеть, и единственный выход, чтобы просто уйти из этого тела. И когда мы с ней разобрались, почему… То есть мигрень — это нервная система. Нервная система — это всегда сон. Сон нам нужен не просто так. Сон — это наш крючок в этой плотности. Но это уже другая история. Но когда мы разобрались, почему именно её нервная система ушла туда и сделали определённые манипуляции со сном, то у неё полностью поменялась жизнь. То есть у неё ещё головные боли остались, но это головные боли. Это уже несравнимая ситуация, которая на сегодняшний день, это прошло уже, наверное, где-то полгода, но на сегодняшний день она может обходиться без таблеток при своих головных болях. И, как мне кажется, это тоже огромный прорыв для её самой, для познания своего тела и своего мира. Светлана, вот вы упомянули, да, что вы поработали со сном. А как можно сделать эти манипуляции? Как-то есть какие-то пошаговые, может быть, инструкции нам? Нет, пошаговых инструкций нет. Это очень индивидуально. Но у меня скоро запустится марафон про депривацию с нам будет пять дней. И там я поделюсь определёнными практиками, определёнными моментами, которые, конечно же, сейчас за пару минут этого не сказать. Это просто вас запутать. И ничего хорошего из этого не выйдет. Всё-таки я люблю, чтобы было как-то более логично и по полочкам, чтобы понимали, куда вы идёте, для чего это нужно. Чтобы каждый момент, если вы это делаете, то что происходит в вашем организме? Если в вашем организме происходит вот так, то значит, вы будете себя чувствовать вот так. Если вы себя чувствуете вот так, то ваш мозг работает так. Если ваш мозг работает так, то убираются вот эти вот рамки и границы. Если убираются эти рамки и границы, то ваш внешний мир начинает реагировать вот так. Он вас подпитывает вот этим и опять вот этот круговорот. То есть мне важно, чтобы было по полочкам. Я такая. Может быть, поэтому ко мне такие люди идут. То есть я не могу, что вот это сделай, и будет тебе счастье. Если у меня нет понимания всего процесса, то для меня этот процесс бесполезный становится. Всё индивидуально получается, да, с каждым человеком? Ну, есть какие-то базовые, но я ещё раз повторюсь, я тут за 10 минут просто запутаю, я не покажу, я не разберу эти ситуации, я просто запутаю, ничего хорошего не будет. Мне нужно хотя бы 4-5 дней, которые с ребятами буду вести, рассказывать им такие моменты. Понятно. Вот вы ещё упомянули про предметы, что делать такую практику, как бы потренироваться, да. Вы упомянули, что обязательно человек должен быть в теме, да. Это обязательно? Или можно, например, кто-то там что-то потерял, и ты настраиваешься и говоришь ему утром, где он это потерял? Ну, может быть, так и можно, но у меня так не получалось. То есть для меня было сложно. Во-первых, если он что-то потерял, он не знает, где он потерял. И тебе нужно найти это пространство, так как ты ещё не умеешь это делать, то тебе сложно найти. А если человек в теме, то он говорит, я в доме или там для начала в комнате прячу какой-то предмет, например, предмет из трёх частей. И он не говорит, из каких трёх частей. Это может быть погремушка, ключи, там ещё что-то. И ты понимаешь, в каком пространстве тебе нужно искать предмет из трёх частей. Ну, так вот, грубо говоря. И когда ты научаешься это видеть из другой плотности, тогда ты можешь уже идти дальше. Но если ты никогда этого не делал, и ты там что-то будешь кого-то искать, ну, я не знаю, ты, наверное, больше похожа на какое-то угадайку. Понятно. Вы проводите такие опыты на своих курсах или ретритах, или каких-то вебинарах? Вот такие были у вас практики, да, с вашими людьми, которые приходят к вам. По сну, ну, чтобы вот дойти до искания предметов, я говорила, что это нужно где-то примерно неделю. На ретритах я это не провожу. У нас 5 дней, они загружены практически 24 часа с ребятами. И там как раз идёт… Они понимают, что кто я, вот эти вот наши любимые, да, высказывания, какая у меня здесь миссия. И все вот эти вот осознания у них приходят. И, конечно же, они… Я вам показываю, как можно заглянуть внутрь себя, как можно увидеть свои внутренние органы, как можно увидеть своё межклеточное пространство, и как его можно будет открывать, ставить на место пазлы. Они это всё видят, но не было ещё ни одного случая, кто бы не увидел это. Потому что это всё есть в нас, и когда я снимаю эти ограничения в их голове, то это, конечно же, они это видят. По-другому не может быть. Это же всё наше, есть в нас. Это не что-то такое мифическое, сказочное, чего не существует. Да, как всё интересно. Ну что, Светлана, давайте ещё про Матрицу тогда, раз у нас в эфире вот всё-таки столько много вопросов, и вот изначально на Ютьюбе там кто-то говорит… А давайте, может быть, я сейчас по вопросам пройду, какие вопросы, потому что я к вам ненадолго, хотелось бы так же на часик. Вот вы так каждый раз умудряетесь убежать. Вот, может, мы не сможем вас отпустить так, потому что вопросов очень много, и тема такая серьёзная. Всегда у вас такая тема, я заметила, вот что-то такое вот именно просится, и уже это уже заездили, и люди уже начинают как бы не туда идти, а вы так приходите в такой момент и так оп, и всех собрали со всех сторон в кучку тогда, и скруппировались, и поняли, что действительно уже люди запутались. Вот очень всегда вовремя. У вас настолько поток, видимо. Так, а как выйти незаметно для Матрицы? Вот вопрос первый. Куда выйти? Мы тоже обсудили, что куда вы собираетесь выйти. Когда вы выходите на улицу, вы выходите на улицу, это же, смотрите, это же как ребёнку, да? Когда ребёнок, например, ходит в одной и той же комнате, ползает там, и он видит, что через какое-то огромное пространство постоянно кто-то выходит, и кто-то заходит. Мама, бабушка, бабушка, папа, сёстры, братья, то он может заинтересоваться этим пространством. Но если он живёт вот в этом пространстве, и больше нет ничего, то есть одни и те же люди, то у него не возникает момента, а что там до определённого момента, до определённого возраста, да? Может быть, если ты видишь, что это стена, что за этой стеной. То здесь, когда вы говорите, как выйти из этой Матрицы, а ты её увидел, Матрицу, что ты подразумеваешь, какие критерии ты прописываешь в Матрице, что для тебя Матрица по критериям? Вот когда ты разберёшься, что для тебя Матрица по критериям, тогда ты можешь себе понять, себе тогда уже сказать, как выйти из определённых критериев твоей Матрицы. Потому что если мы говорим о пространстве, пространство, оно есть, оно есть везде. Как ты можешь выйти из пространства? Да, ещё больше запутали. Вас лучше не спрашивать. Куча ещё вопросов останется после ваших ответов. Спасите. Так, однажды подключившись, ты уже не забудешь. Так, это, видимо, было в начале эфира. Мы говорили про то, что каждый в своей реальности и в разных плоскостях. Если ты переходишь в такую плоскость, когда ты уже готов, то ты уже в следующий раз знаешь, что ты будешь дальше прыгать. Да, конечно. Это же как езда на велосипеде. Если ты один раз научился ездить на велосипеде, то ты можешь, например, ты научился и друг научился на велосипеде ездить. И там ты по каким-то причинам несколько лет не ездил, там пять, десять лет не ездил. А друг всё это время катается и усовершенствует свою езду. И вы через какое-то время встретитесь, просто друг будет лучше ездить, потому что он в этом. А ты сядешь, и тебе нужно будет какое-то минимальное время, чтобы вспомнить свой навык, навык своего тела. Почему я говорю, что вся наша ДНК всего нашего рода, она вообще в нас. Но я вам, наверное, всё-таки закину ещё больше удочку. Скажу, что когда мы познаём себя, то чем глубже мы познаём себя, тем глубже мы познаём то пространство, ту планету, на которой мы находимся. Но это не только планета. Это я пока сейчас, у меня такой маленький уровень, да, планетарный. Почему я так говорю? Вот смотрите, были когда-то там, возьмём там самое элементарное, динозавры. Их не стало. Эта пыль, её никто не собрал в мешок и не вывез куда-то. Эта пыль осталась на этой планете. И мы, каждое своё поколение, дышим этим генофоном, генотипом, как хотите назовите. И это всё есть в нашей матрице. В нашей матрице, в нашей матрице, в нашей ДНК, вернее, так будет правильно, в нашей структуре ДНК. И когда мы себя познаём, мы всё глубже и глубже опускаемся до какого-то определённого момента, где мы начинаем видеть, например, а что было вот в этом времени, а что было вот в этом времени. потому что это никуда не ушло, это всё в нас, не только наш род, наши бабушки, дедушки, прадедушки, да, а я имею в виду, что вся вот этого ДНК, этого пространства, она вообще в нас есть. И мы вообще можем всю информацию считывать, как минимум, с планетарного уровня. Но я так полагаю, что это намного глубже, чем планетарный уровень. Просто повторюсь, просто я ещё очень маленькая. открыли немножко, такую щёлочку открыли и закрыли. Кто успел, кто тут успел проникнуть туда, на такой уровень немножко. Да. Так, ещё вопросы. А как жить в Матрице и не зависеть от неё? И как вы понимаете вообще, вот поделитесь своим пониманием Матрицы? Смотрите, мы очень любим говорить, что независимость, свобода. Но очень часто мы не понимаем, о чём мы говорим. Потому что, ну вообще свобода, я не люблю это слово. Слово свобода — это юридический термин. А воля — это человеческий термин. Я бы, наверное, так сказала, да? Вот, когда ты вольный. А что такое свобода, мы изначально не созданы единичным вариантом. Мы изначально созданы на планете, где есть всё. Мы очень часто бывает так, что человек почему вот не наступает, как вот мне многие пишут, вот я туда ездил, туда ездил, искал просветление, пробуждение. Вот я ничего не могу найти, а вот кто-то там из деревни там просветлился вообще просто по щелчку. Наверное, проще, когда ты не идёшь в чужие практики. Почему я всё время говорю, что нужно познавать себя? потому что смотришь на людей, они то разъединяются со своим телом, то объединяются со своим телом, то они всё единое с травками, с цветочками, с ромашками, то они индивидуальные во всём в себе. и когда ты начинаешь не можешь поймать баланс самого себя только внутри себя, у тебя идёт эта разбалансировка и у тебя идёт эта разбалансировка со словом свобода, независимость, как выйти из этой матрицы, как избавиться, там ещё что-то. Ты от неё никогда не зависишь и она от тебя не зависит. Плотность, она просто есть. Ты просто есть. Вот вы можете встать у какого-нибудь водоёна. У меня сейчас рядом море, и вот я могу прийти к морю, смотреть на него, и каждый может подойти к любому предмету, к дереву, там ещё к чему-то. Но дерево немножечко по-другому. И море, вот кто-то приходит и ему какую-то дань и говорит, я тебе так благодарен, я тебе там то, я тебе всё. А оно просто есть. Вот оно какое было, оно просто есть. Кто-то приходит и начинает там, ты в море, там у меня там забрало то, там что-то какой-то негатив. А оно просто есть. Оно всё так же есть. А кто-то о море вообще не знает, никогда его не видел и никогда о нём даже не думает, потому что никогда там не был. и оно всё равно просто есть. И когда вы прочувствуете эти слова, тогда вы поймёте, что такое свобода, что такое воля, что такое независимость. эти слова придумали лишь только тогда, когда человек стал неволен от самого себя. Приди к себе и ты будешь волен от всего. Ты будешь просто есть. Не потому, что, не вопреки, не для того, что, а ты есть. И море есть. И море есть. И ветер есть. Хотят море увидеть, стремятся на море поехать. Каждый человек почему-то, видимо, в море есть какая-то такая сила, что людям оно нужно. Как-то вот сейчас я задумалась про эту вещь. море. вы знаете, я вам, наверное, скажу, что всё-таки море, я его не осуждаю, ни плюс, ни минус, но всё-таки почему многие стремятся на море, потому что это сейчас по социальным проектам очень распиарены. Красивые картинки, успешных людей, это море, пальмы, ещё что-то. Там нет красоты себя, там есть красота картинки, в которой снимают, но если кто-то был в горах, то там абсолютно другая сила, она настолько мощная, я не скажу, что я не буду сравнивать, что мощнее море, океан, горы, это каждая своя индивидуальная стихия. Но просто в горах есть красивые горы, снежные, да, там можно пофотографироваться, ещё что-то. А есть такие горы, которые абсолютно нет такой красоты. То есть если картинка, например, горы и пляж какой-нибудь красивый, то, конечно, пляж какой-нибудь красивый. И я так думаю, что как минимум процентов 40-30-40 процентов это навязанный стереотип красоты. потому как вода у нас есть везде. Ты же можешь просто в каком-нибудь лесочке увидеть вот этот маленький-маленький ручеёк, и ты поймёшь, что вот в этом огромном лесу, про который никогда никто не скажет, никогда никто не снимет, никогда никто не будет какие-то дары, какие-то ритуалы проводить. Вот этому маленькому-маленькому родничку, а он просто есть. И он есть просто потому, что он есть. Да, согласна. Полностью про горы сейчас вспомнила, и прям не то, что море, да, каждому своё. У нас Томас хочет что-то сказать? Уже не хочет? Да, я хотел просто добавить вода, горы, лес, со своим намерением. И во всех местах есть природа, есть всё то, что ты есть. И в каждом месте можешь найти себя между моим мыслям. И если я не прав, пожалуйста, поправьте. в каждом месте ты можешь найти себя? Вопрос написал. Ну да, это не важно, море или... Ну, конечно, ты же есть у себя, какая разница, море это или не море, или лужа, или просто асфальт. не важно подъехать. Ты же есть у себя уже априори. И я так вот так думаю, вот вы сказали, кто-то едет по рекламе или ещё как-то. Ну да, но мы все едем по своими запросами. кому-то море помогает себя найти, кому-то лес. Это только по моим мыслениям, если я не прав, ну, может быть. кому-то и помогает, но я всё-таки склоняюсь к тому, что если бы нам изначально показывали и рассказывали, не уводя от себя, а сразу показывали, что я есть детям своим, то вообще неважно, какая разница, море, нам уже эти триггеры не нужны, мы же пользуемся этими триггерами как костылями. Вот я поеду туда, чтобы найти себя, а поедет то кто туда? Кто туда поедет? В каком чемодане будешь лежать ты? Ты без себя туда поедешь? Как ты можешь поехать в какое-то место, чтобы найти себя? Кто поедет туда? не задавал вопрос, кто поедет? Я просто говорю, если человек едет, не нашел себя, да, и он может океаны, это волны, может звучание, он это музыка, может в лесу деревья, птицы, а в горах тишина, ну просто каждая эта стихия имеет свое, и может кому-то одного шага надо только достичь, себя обнаружить как личность, как то, что я есть, божественное создание, вот так я в этом. Ну возможно у меня возможно это ваше видение какое-то, я когда я поняла кто я есть, я могу сказать, что я работала, когда у меня это сознание пришло, пришло, и у меня была такая ситуация, моя ситуация, я работала таксистом в Яндекс.Такси, там ни о каком море, ни о каких красивых картинках речи быть вообще не могло, поэтому я не могу вам сказать так оно или нет, у меня вот такая ситуация была самая банальная, самая обычная. Вот так, если время пришло, то оно тебя может даже такси найти. Здорово, хороший пример. А вот ещё такой вопрос есть, благодарю, Томас, за мнение, очень интересно. а какая матрица тогда в других мирах? Плотность других мирах? Ну, смотря про какой мир вы говорите, их же очень много, и мы очень часто, мы постоянно ходим по иным мирам. Вот смотрите, кто-то, например, живёт в одном городе и ездит только на разные улицы. Кто-то ездит в разные города по России, кто-то ездит по всей стране, кто-то ездит в такие места, в которые практически невозможно пройти человеку. У каждого своё восприятие этого мира. Точно так же, как и здесь. Мы с вами очень часто ходим по иным мирам. Но ещё раз повторю, наш мозг блокирует эту информацию. И когда мы убираем эти рамки, тогда мы понимаем, что мы вспоминаем и в следующий раз не отрицаем хождение по иным мирам. Я бы так это сказал, потому что это всё находится в едином пространстве, единое пространство разных плотностей. из пространства вы куда хотите выйти? Из пространства вне пространства? Но я на самом деле такого пока не вижу. Всё единое пространство. Есть несколько плотностей. Я понимаю, что я не во все плотности сейчас вхожа. У меня тоже не такое глобальное видение. Но по крайней мере по тем мирам, по которым я хожу, я спокойно могу показать ребятам эти миры, потому что они тоже в них ходят. Если я знаю там дверь, если вы, например, приводите кого-то в свою квартиру, и вы знаете, как открываются двери, вы же каждого можете провести по всем комнатам, правильно? Точно так же и я. Когда я знаю, где какая дверь, я точно так же всех могу провести по этим мирам. Потому что я там была. А кто-то, возможно, найдётся какой-то человек, который меня поведёт в следующие миры. Надеюсь, получил человек ответ на свой вопрос вполне. Можно ли менять то, что прописано в матрице? А кто прописал? Ребят, это вопросы у вас появляются, когда вы не знаете, кто я. Не в смысле, кто я, не Света Лаврова, а кто вы. И вот эти вопросы, они появляются, потому что вы себя не можете найти. Даже смотрите элементарно, заходите с самого начала, вы же когда, я даже не беру, когда формировались у мамы, я беру уже следующий даже этап, когда вы родились, вот я родилась, я родилась, а потом я стала в этой плотности Света Лаврова. Но Света Лаврова это же не я. Я-то намного раньше, намного глубже. И когда у вас приходят вот такие вот по каким-то пазликам у вас приходит понимание, кто я, тогда у вас этих вопросов, они становятся неактуальными. Вы видите картинку целиком. Вас как будто бы мир выворачивается наизнанку, но не с плохой стороны и не с хорошей. Нет такого, что вы вот там ходили, а потом такие вау, какие яркие краски, а деревья ещё больше, а цветы ещё ярче, а бабочки ещё краше. Не про это. Ты просто видишь его таким, каким ты его воспринимаешь. Тебе не нужно обманывать себя в каких-то моментах, что сегодня солнце ярче светит, чем вчера, а сегодня пахнет лучше, чем это, а сегодня этого больше, чем это. Тогда это проходит, потому что становится просто факт, тотальный факт того, что есть. Солнце меньше или не меньше, оно не светит. Просто на определённом этапе есть ещё облака, и это просто факт. И ты себя тогда не начинаешь обманывать, что сегодня пасмурная погода. Тебя не вводит в состояние печали, что сегодня пасмурная погода, нет солнышка. Потому что солнышко есть, но ещё и появились облака, которых не было вчера, сегодня они пришли. И это же тоже замечательно, но не из позиции замечательной, а из позиции того, что в твой мир ещё пришёл дополнительный элемент. И когда ты это всё видишь, это через, как я называю, через тотальную честность. Может быть, просто мне наверное кажется, что так проще это понять, когда ты перестаёшь себя обманывать, что есть что-то хорошо, что-то плохо. Нет, не хорошо, не плохо, просто есть. Да, слышу. Слышу, слышу. Кто такие вопросы задаёт, видимо, он себя не слышит человек и хочет что-то куда-то пройти через кого-то. Нужно в себя зайти и... Но это очень хорошо, когда задают вопросы, потому что очень часто люди не задают вопросы, думая, что я задам какой-нибудь глупый вопрос, я задам ещё что-то. И он начинает этот вопрос, у него начинает внутри как грузом ложиться. какой бы ни был вопрос, нет опять же к этой жизни, нет хороших и плохих вопросов, глупых и неглупых. Вы задали этот вопрос, я ответила. Может быть, то, что я ответила, вас это вывело на новое сознание себя. А может быть, если кто-то другой вам ответит, вас выведет на новое сознание себя. И вот пока вы не поймёте вот этого ответа на ваш вопрос, вы можете его задавать бесконечно. Потому что когда вы поймёте, вы поймёте, что сначала для вас есть все ответы, но если вы их не можете увидеть по каким-то своим причинам, то тогда у вас формируется вопрос. То есть вопрос всегда вторичен. Да, вот про вопросы про матрицу люди на ютубе пишут, и они друг другу тоже отвечают параллельно, не дожидаясь ответа Светланы. Тоже интересно считают, что если ты умрёшь, тогда матрица только перепишется, то есть она уже всё, никуда от неё не убежишь. У каждого своё видение, видимо. Оно имеет место быть, своё видение, это тоже хорошо. Просто есть видение, а есть додумки. И если у вас есть видение, которое вы можете себе объяснить, пощупать, я это так называю, то это видение. А если вы не можете это пощупать, а только ваше умозаключение, то вы опять уходите от себя. Вы идёте в то, что нельзя для самого себя показать, для я показать. Можно показать только для ума, для мыслей, которые крутятся вокруг вас, видеть каких-то иных людей или ещё кого-то. Опять же, уход от себя, чтобы не прийти к себе, а давайте поговорим вот об этом. А вот ещё такой вопрос, Светлана, мой такой личный вопрос. Вы верите, что всё прописано или всё-таки можно перескакивать в разные события, нырять, свою реальность менять? Ну вот смотрите, когда солнышко и вы любите гулять на солнышке, это же под солнышком, замечательно? Замечательно. Когда дождик и вы любите читать свои любимые книги в дождик, замечательно? Замечательно. Тогда скажите мне, когда будет дождь или солнце, вы что-то захотите изменить? Переписать по коду? Ну иногда по настроению можно совершенно по-другому делать. А что такое настроение? Какие-то события, видимо, происходят. События, которые вы опять же хотите переписать. И они дают вам акцент на ваше настроение. А если для вас каждый момент вашей жизни он проходит ровно столько, чтобы вас сделать еще благостнее, давайте так назовем, чтобы было понятно, вы впадете в какое-то состояние настроения или вы будете просто проживать этот момент? Проживать? Проживать. А когда вы будете проживать этот момент, чувствуя, что вы есть, ощущая всем своим миром, вам захочется что-то менять? Просто довериться и проживать. Вот когда вы хотите что-то поменять, вы не чувствуете ощущения себя. И вам хочется вернуться, так скажем, в ту реальность, да, образно говоря, где вы смогли прочувствовать, прощупать то, что было. А здесь вы на этом этапе закрылись по каким-то причинам, прощупать себя не можете и поэтому хотите переписать. А по факту вам нужно просто довериться и понять, а где я закрылся? Я закрылся, чтобы что? Куда я не хочу? Насколько глубже я не хочу провалиться в себя, чтобы познать что? Увели. Писать раз восемь написал и десять и не больше. Я его зачитаю, может быть, он вам будет понятен. Что Рудольф, пожалуйста, микрофон отключен случайно. На третьем глазом. Возвращайте, Ангелина, заново микрофон. И Светлана. Светлана, микрофон включите. У нас тут технические неполадки. и Томас тоже что-то хотел сказать снова. Светлана, вы с нами не пропустите. Да, я хотел задать вопрос Светлане. Как вы задали вопрос, что хотите иногда что-то поменять, а Светлана говорит, что нехорошо меня. Нет, я не сказала, что нехорошо. Я не говорю, хорошо или плохо. Да, не в том смысле. В смысле том, что хочу меня. нехорошо ездить из работы домой на своей машине, любоваться всем. И вот я захотел изменить все это, приобрести семью. Это не надо делать. Как понять? Вот вопрос у меня возник. Нет, смотрите, вы говорите переписать матрицу, одно дело переписать матрицу, другое дело поменять. Просто я вот допустим мне 20 лет. Это же не смена матрицы. Смотрите, вы говорите о том, что а нужно ли мне чего-то хотеть, нужно ли мне идти вперед, нужно ли мне вот это это одно, конечно нужно, вы же живой человек, мы же с вами не биороботы. То же самое из книг почитать, но я не хочу сегодня книгу хочу читать, пойду подождем. Не хочу или нет настроения? Смотрите, вы не слышите меня, то, что я сказала. Мы раскрыли, что я бы хотел поменять, но сегодня нет настроения читать книги. Нет настроения это потому что, я объяснила, а вы говорите, я не хочу, потому что я не хочу, есть такое, что, например, у меня есть, я могу и книгу почитать, да, и на солнышке прогуляться, и с ребёнком там в горы пойти. И я делаю то, что я хочу, я же не переписываю свою матрицу. Зачем мне переписывать свою матрицу? Я живу свою жизнь, я её проживаю, не она меня живёт, я её проживаю, а я делаю то, что мне сейчас хочется. Если вы говорите, я хочу обрести семью, обретите. Вот это есть, я меняю, я уже жил, жил, хочу машину поменять. Я могу и на этой ездить, которая ездит, но мне полежит другая, взял другую машину. Ну возможно, просто я же хочу глубже поверхностной материи увести, туда, чтобы вы заглянули. А это же всё, какая разница на какой машине вы ездите, какую роль она сыграет в вашем восприятии этого пространства. Тогда если это будет вот в Индию поеду, в Тибет поеду, еще куда-то поеду. Так значит, вообще не надо путешествовать, просто не надо ни по перестанию, ничего получать. Познал себя, просто сидишь дома и всё, всем удовольствием с этим. Так понять? Но вы же можете сейчас хотите понять, как вам удобно, не как я говорю. А я уже вам это сказала. Если вам что-то хочется, ну, идите в это. Вы хотите у меня совета спросить? Если вам хочется, идите в это. Но я не вижу, что это переписывание какой-то матрицы, какой-то судьбы, там, ещё что-то. это жизнь. Не, ну, всё-таки меняешь события. События меняются каждое мгновение, это без этого никак. Мы же с вами не в электронной игре, да, где мы ходим по одной и той же картинке, по одной и той же матрице, пока не пройдём какой-то уровень. идите глубже. Я же вам ещё раз говорю, идите глубже. Просто вы мне сейчас пытаетесь получить моего ответа, причём хорошо или плохо, на текущую ситуацию поверхностную. Но если вам там хорошо, вы можете туда идти. Если вы едете, чтобы обрести себя, вы тоже это можете сделать. Просто я вам рассказала свой опыт. Мне не нужно было никуда ехать. У меня была достаточно такая ситуация, абсолютно банальная. Вот это моё проживание опыта. Просто как вы сказали, неважно. Томас наверное хотел ответ услышать. чёткий ответ. Да, нет чёткого ответа, не понимаю. Верит она в то, что всё написано и просто живёт по этому сценарию и живёт в моменте и ничего не пытается перескакивать по событийному ряду, по каким-то другим разным параллелям скакать и получать больше опыта. Вот этот вопрос был. видимо Томас хочет услышать конкретный ответ от Светланы. А Светлана была такой вот куда-то и не было ответа. В разные параллельные реальности Светлана вводит и тут же она нам предлагает в этом моменте побыть и просто кайфовать. Но эта тема очень глубокая на самом деле, что у нас есть силы воли или всё написано, мы по сценарию можно три часа говорить. Я могу сказать одно, что я каждый эфир всегда отвечаю на все вопросы. А кто их как интерпретирует для себя, это уже состояние каждого. Вы можете через какое-то время переслушать мои эфиры и вы услышите абсолютно другие вещи. Да, сейчас кто-то пролетел у вас сразу с другого мира. Прям всю комнату я увидела. Может, не я одна. Интересно. Я бы ещё ответила на вопросик и вас покинула. Павел говорит, странно одни говорят, что мы в игре, а другие мы не в игре, а в жизни. Это как бы не вопрос, это более разные взгляды. Здесь можете назвать это хоть как игра, жизнь. А что такое жизнь? жизнь — это не игра? А игра это не жизнь? Тогда нужно поставить критерии, что такое жизнь, а что такое игра. И тогда вы будете понимать, что для вас каждый момент. Это же можно назвать как угодно, чувство, чувствование и ощущение на каком-то этапе оно становится единым. Вот интересный вопрос Алиса задаёт. Давайте тогда уже последний вопрос. Какими словами можно охарактеризовать себя? Кто я? Дайте пример, пожалуйста. Благодарю. Охарактеризовать кто я? Я. А какими вы хотите охарактеризовать? Вы же сейчас задаёте этот вопрос не для того, чтобы я сказала, а для того, чтобы создать себе осознаёте вы это или нет какой-то шаблон и идти к этому шаблону. А если вы на каком-то этапе почувствуете себя по-иному, значит, вы пройдёте мимо себя, получается, потому как услышали мой шаблон меня. Зачем вам это? Да, тому человеку, кто задал этот вопрос, нужно переслушать эфир «Маска без маски». И там будут все ответы, правда? Там много в предыдущих эфирах есть ответы на все будущие вопросы. Всё связано. Я вас благодарю, что пригласили. Я очень надеюсь, что я была полезна кому-то для осознания себя и всех, конечно же, благодарю за вопросы и великолепного ведущего. Благодарю вас, Светлана, будем ждать вас снова в гости, расскажете, как ваши проекты следующие будут проходить и какие результаты будут после аватара. Да, обязательно. Если кто-то хочет на личную встречу, то у меня будет два дня в Москве, 2 и 3 июня живая встреча. Если кто-то рядышком живёт, то присоединяйтесь, буду рада всех видеть. Здорово. Благодарю всех, кто общался с нами, кто задавал вопросы за активность в чате, за благодарность, за хорошие комментарии. Всем благодарю. Светлана, спасибо вам за ваш эфир и за ваши все умения. Очень интересно, как вы всё это преподаете. Уже убежала Светлана? Да, видимо, убежала. Ангелина, вы видели его?